Привет, меня зовут Влада Казачище. Прости меня, пожалуйста, что я пропала на какое-то время и мне не было, не было новых видео. Я заболела, я решила, что лучше не записывать видео с таким томным ужасным голосом, поэтому я сейчас вернулась и чувствую себя хорошо. Я съездила в Одессу, так что жди новый влог. И сегодня, как вы уже поняли по заголовку этого видео, я хочу рассказать про свои самые любимые новогодние фильмы. И речь пойдет не о таких фильмах, как «Один дома» и «Ирония судьбы», потому что я думаю, что такие фильмы вы уже давно все видели. И, в принципе, я даже тот же «Один дома» не считаю столь новогодним фильмом. Да, там события происходят в новогоднюю ночь, и я сейчас расскажу еще примеры таких фильмов. Просто у людей стало, в принципе, традицией смотреть его именно на Новый год или Рождество. Я ничего не имею против, фильм довольно-таки хороший, просто он немножко приелся уже, и поэтому хочу рассказать что-то другое. Начну я со смешных новых фильмов. Я думаю, вы большинство из них, скорее всего, видели, потому что сейчас американские режиссеры стараются буквально каждый год выпускать что-то новое. И в этом году, к примеру, вышел фильм «Плохие мамочки 2». И он как раз-таки про новогоднюю тематику, так что, возможно, если вы его не видели, посмотрите. Но мне кажется, что этот фильм больше касается девчонок и их отношений с родителями, поэтому мальчикам может быть не сильно интересно. Но, в принципе, фильм смешной, немножко местами пошлый. Вот, ну, на любителя, знаете, тех, кто любит американский черный юмор, я думаю, вам понравится. Я лично не против комедии, потому что я люблю смеяться со всего, поэтому такие фильмы имеют место быть, так сказать. В прошлом году, к примеру, вышел такой фильм, как «Новогодний корпоратив», где события рассказывают про новогодний корпоратив, как ни странно, в одной компании, и про то, что у парня, который сын начальника, возникли некоторые проблемы с его сестрой. И они пытаются в новогоднюю ночь всё это как-то решить. Фильм тоже довольно-таки смешной и интересный. В 2015 году был такой фильм, как «Рождество», и этот фильм я тоже считаю довольно-таки забавным и классным, очень-таки атмосферным, про троих лучших друзей, которые думают, как будем провести классный Новый год. И мне кажется, что очень многим ребятам моего возраста эта тема присуща, поэтому, если бы вы вдруг не смотрели какой-то из причисленных выше фильмов, вы должны посмотреть это для того, чтобы раскрасить своё новогоднее настроение. И даже несмотря на то, что Новый год и Рождество уже вот прошли или проходят сейчас мимо нас, я думаю, что упускать новогоднее настроение не нужно, и нужно оставаться в этой атмосфере как можно дольше, пока на улице ещё холода, для того, чтобы хоть как-то себя чем-то радовать. Ещё был такой классный фильм, как «Старый Новый год», и я его люблю хотя бы потому, что там «За Кефрон». Да, это немножко не объективно, потому что я люблю все фильмы, где есть «За Кефрон». Я буду, наверное, каждый раз, когда буду говорить про любимые фильмы, рассказывать про хотя бы один фильм, где есть «За Кефрон», но не в этом суть. Этот фильм очень-таки новогодний, потому что называется «Старый Новый год». Там рассказывается про несколько историй, которые в итоге все между собой переплетаются, и я безумно люблю такие фильмы, потому что мне это в очередной раз рассказывает и намекает на то, что всё в этой жизни связано, и то, что все люди между собой связаны, и то, что нужно со всеми сохранять хорошие отношения, просто потому что этот человек может отвернуться тебе потом каким-то боком, и как-то это всё тебе может вылезти. И ещё очень подобный этой теме фильм тоже «Новогодняя реальная любовь», и я думаю, что про этот фильм вы уже наверняка слышали, потому что он очень известный, он довольно-таки старый, и там просто нереальное количество классных актёров играет, многие из них, которые были детьми, уже подросли и стали взрослыми известными актёрами, и очень мило и интересно смотреть, хоть он не сильно весёлый, но, тем не менее, он тоже-таки новогодний и классный. Ещё пару фильмов из 2000-х годов, первый — это «Рождество с неудачниками», и мне просто понравился этот фильм тем, что эта тематика мне присуща, я, в принципе, стараюсь каждый раз справлять Новый год где-то не в Украине, или хотя бы не в Киеве, и вот тут как бы рассказывается про семью, которая решила впервые отпраздновать Новый год, не у них в городке. И ситуация, в принципе, утрирована, но очень интересно раскрыта, поэтому я думаю, тем, кому эта тема тоже присуща, было бы интересно его посмотреть. А второй фильм — это «Отпуск по обмену», я полюбила его ещё, когда была совсем маленькой, когда он только вышел, и я его любила, наверное, больше из-за того, что там была Кэмерон Диэс, это была моя прям самая-самая любимая актриса в мире, и, в принципе, тоже тема очень прикольная, было две девчонки, одна живёт в Лос-Анджелесе, другая живёт в каком-то маленьком городке, и они решили Новый год поменяться домами, чтобы попробовать чужую жизнь. И так получается, что все их проблемы уходят на задний план, появляются новые какие-то приключения, новые знакомства, которые облегчают им жизнь, вдохновляют их, и, ну, мне кажется, это очень прикольная идея, даже в жизни буду такое попробовать, это интересно. Следующая тема мне очень непонятна, возможно, вы слышали и знаете, или читали книгу «Рождественская песня» Чарльза Диккенса, и очень много режиссёров решили воплотить её в жизнь, и настолько много выпустили этих фильмов, что реально аж тошнит. Я когда искала в том году ещё фильмы для новогодней подборки, я просто офигела, я посмотрела так много этих фильмов про рождественскую историю и песнь, что меня начало просто уже тошнить от них. Буквально каждый как-то чем-то подвязан к этой тематике, то, что приходит дух прошлого, дух теперешнего и дух будущего. К примеру, я посмотрела такие фильмы, как «Рождественская история» с Джимом Кэрри, «Рождественская песня», которая по-английски «Кэрол Крисмас», «Призраки бывших подружек», «Новая рождественская сказка» с Биллом Мюрреем и «Маппеты» из «Рождественской истории». Возможно, я видела даже больше, но просто это труба. Ну, то есть неужели нельзя придумать что-то новое и снять что-то более интересное, и нужно разжёвывать одну и ту же тематику, одну и ту же книгу так долго? Мне это лично непонятно. Но из них я бы посоветовала скорее посмотреть «Призраки бывших подружек», потому что это самый новый фильм, и он хотя бы минимально связан с бытовыми какими-то вещами, и это прикольно. Вроде как и сказка, а вроде как и бытовуха. Вот, потому что остальные, они слишком уж такие сказочные. Из мультиков я бы посоветовала всего лишь два. Один — это «Секретная служба Санта-Клауса», потому что он непосредственно подвязан именно к Новому году и про то, как в Новом году всё это происходит. Мне кажется, это самый новогодний мультик, который только может быть. А второй — это мультик моего детства, это, возможно, мультик многих девочек, моих ровесниц «Барби и щекунчик». Я пересматривала его просто миллионы раз и решила посмотреть пару лет назад снова. И он настолько не такой, как я его помню, но это было такое прикольное чувство его пересмотреть. У меня было ощущение, будто я погрузилась в сказку, и это очень круто. Так что, если вы вдруг видели его когда-то давным-давно и хотите пересмотреть, то пересмотрите. Но вообще он ужасно нарисован. Но мне он нравится. Также я обязана просто, обязана рассказать вам про старые фильмы, потому что это просто моя любовь. Старые фильмы я называю фильмы 40-50-х годов, чёрно-белые, прекрасные, офигительные фильмы. Я тащусь, я смотрела, что в прошлом году несколько, что в этом году несколько, и я просто без ума. Я думаю, что каждый человек должен хотя бы один такой фильм посмотреть в своей жизни и понять для себя, нравится они ему или нет. Лично я влюбилась в эту эпоху, и мне очень нравится смотреть эти все фильмы, поэтому я советую вам тоже их посмотреть. Итак, первый фильм — это «Жена епископа». И нет, он совсем не про какие-то там христианства, храмы, бла-бла-бла-бла-бла. Абсолютно не про это дело. А про семью, жена-муж, и к ним пришёл человек, который вроде как ангел. Вот, но он не всем в этом признаётся, и он просто пришёл решать их проблемы на Рождество. И сделал так всё прокрутил интересным способом, что у них всё оказалось хорошо. Мне эта история очень понравилась, так что она очень, правда, сказочная. И я думаю, что очень многим она тоже понравится. Следующий фильм — это «Магазинчик за углом». Он очень милый, это романтическая история новогодняя. Такого сейчас у нас точно не снимут, потому что там про переписки письмами. И это так всё сказочно выглядит, что я просто не могу. Так что, если вам захотелось какой-то романтики тех годов, то я вам очень советую посмотреть такой фильм. Третий фильм — это «Холидей ин», точнее, «Праздничная гостиница» или как-то так. Он, кстати, не совсем связан с Новым годом и Рождеством. Он рассказывает про все праздники в этом году, даже три круга он их обходит. Но, тем не менее, фильм очень интересный, можете не подвязывать его к Новому году, посмотреть его отдельно как-то. Он рассказывает про выступления артистов, двух парней, двух девушек, которые выступали в гостинице «Холидей ин», которая только построилась. Та самая сеть, которая известна сейчас, а тогда рассказывается, как она построилась. И это тоже очень интересно, во-первых, потому что фильм полный музыкал, и как бы можно и послушать, как красиво поют, танцуют эти актёры. А во-вторых, история очень интересная, так что посмотрите. Четвёртый фильм — это «Крисмос и коннектику», режиссов «Коннектику Тея». Там рассказывается история про то, что была девушка, которая забралась, и о том, что она отличная домохозяйка и суперповар, и вот её шеф решил привезти себя и героя войны к ней домой на рождественский ужин, и ей нужно было сделать так, чтобы она не разоблачилась в том, что она лгунья. Но вот в этом-то вся и фишка. Ещё один фильм — это праздничный роман, в котором рассказывается про роман девушки с клерком, которого она случайно уволила с работы, и он тоже очень интересный, потому что у неё уже якобы есть свой жених, и я люблю такие истории. Это очень по-женски, но, возможно, вам понравится. Ещё один фильм — это «White Christmas». Он один из самых первых цветных фильмов. Он очень красивый, и там очень красивые цвета, там нереально классно танцуют эти все актёры и очень красиво поют, и там вот используется очень известная вам песня «White Christmas». Возможно, я её сейчас тут ставлю. Он очень красивый, и он тоже как мюзикл сделан, но мне кажется, что его нужно просто сидеть, смотреть, кайфовать, наслаждаться картинкой или просто ставить на фон и радовать свой глаз, когда ты пытаешься создать какую-то новогоднюю атмосферу. Но самый-самый мой любимый фильм, который я советую посмотреть всем каждый раз на Новый год, на Рождество, в любой день, неважно, когда это будет, это просто нереальный фильм. Я открыла для себя его в том году. Это фильм «Чудо на 34-й улице». И именно 1947 года, не 1994, потому что я посмотрела и такую, и такую версию. Когда я смотрела тот первый фильм 1947 года, я просто кайфовала. Это фильм про того самого Санту, которого обожают все дети, про то самое чувство волшебства, про магию, про все вот это. Он нереальный, серьезно. Я чувствовала себя ребенком, когда я его смотрела, и снова верила в том, что существуют Санты, и как это все красиво, как все классно. Но когда я начала смотреть фильм 1994 года, я поняла, что он вообще не о том, он акцентируется абсолютно не на тех моментах, на которых нужно, поэтому я даже не советую вам, в принципе, его смотреть. Просто включите тот старый, черно-белый фильм и кайфоните. Не важно, что Новый год уже прошел. Просто сядьте, включите его и насладитесь новогодней атмосферой. Я думаю, что, в принципе, у меня на этом все. Я проанализировала очень много фильмов, как новых, так и старых, и выбрала из них самые-самые, которые мне больше всего понравились. Откинула такие фильмы, как Эдвард Руки-ножницы, которые я вообще не понимаю, что делать в таких списках, потому что там, в принципе, про Новый год только две секунды дело. Поэтому я думаю, что вы оценили мое трудо-старание, и если это так, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Если вы смотрели какой-то из этих фильмов или хотите посоветовать мне еще какое-то, напишите об этом тоже. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю и целую. Большое вам еще раз спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok